Ребята, всем привет! «Прелюдия до десминор» опус 3 номер 2 – одно из самых известных произведений Сергея Васильевича Рахманинова. «Прелюдия» является второй частью цикла из пяти номеров пьесы фантазий. Цикл был создан в 1892 году. Тогда 19-летний Сергей Рахманинов написал его как свободный художник после окончания Московской консерватории. Первое публичное исполнение «Прелюдий» произошло 26 сентября этого же года в Москве. После этого Сергей Рахманинов окончательно решил стать композитором. На протяжении лета 1892 года, нуждаясь в деньгах, молодой композитор с целью заработка жил в Костромской губернии в имении Коновалова, сыну которого он преподавал игру на фортепиано и скрипке. О своем материальном положении в этот период и о том, что через год после окончания консерватории он оказался без необходимых средств, Рахманинов позже говорил так, цитирую, «Музыка – недоходная профессия даже для тех, кто достиг известности, а для начинающего даже безнадежная». В 1898 году его пригласили в Англию только на основании одного хита. Там «Прелюдия до диез минор» издавалась под самыми разными названиями. «Пожар Москвы», «Московский вальс», «Судный день». Куда бы он ни приезжал, люди желали услышать именно ее. Произведение было настолько популярным, что его называли просто «Прелюдия». Аудитория могла требовать исполнить ее на бис во время выступлений, выкрикивая «До диез!», «До диез!». Кроме того, американская публика часто просила исполнить пьесу, крича просто слово «Ит!» – «Это!». Этот факт Рахманинова впоследствии стал очень раздражать, и иногда он специально не играл ее на концертах. Джеймс Ханникер, американский писатель, музыкальный, художественный и литературный критик, писал, цитирую, «Поклонники Рахманинова, а в зале их были тысячи, требовали свою любимую вещь. Однако композитор так и не сыграл ее. Модницы были в трауре, потому что многие из них ездили за композитором из города в город в надежде услышать именно эту прелюдию, подобно тому англичанину, который ходит на все выступления дрессировщицы львов, ожидая, что уж в этот-то раз одна из зверушек точно ее проглотит». А ведь Рахманинов сочинил и другие выдающиеся произведения, но они пока что не были так раскручены и любимы, как прелюдия. И как писал Ханникер, цитирую, «Даже в 1918-м она все еще была у публики в фаворе». Композиторский путь Рахманинова был нелегок. Первая симфония обернулась провалом. Критик Цезарь Кьюи высказался о ней так, цитирую, «Если бы в аду была консерватория, то господин Рахманинов был бы первейшим из ее учеников». Вскоре Лев Толстой, говоря о творчестве Рахманинова, также высказал свое мнение, цитирую, «Кому вообще нужна такая музыка?» Композитор впал в глубокую депрессию. Его спасали только сеансы гипнотизера Даля. После Рахманинов сочинил чрезвычайно успешный второй фортепианный концерт и посвятил его Далю. Правда, последовавший за этим американский триумф и повышение популярности привели к тому, что многие музыканты и критики стали считать его произведения поверхностными. Однажды на вопрос «Не вредит ли Рахманинов пианист Рахманинову композитору?» Композитор ответил так «Очень вредит». А как вы считаете, вредило ли или нет? Может быть, стоило выбрать что-то одно? Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok